Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я очень плохо разбираюсь в себе, пишет Альбинов. Когда копаю глубже, мне кажется, все равно не дохожу до ответа. В психологии говорится, чтобы узнать, как ты себя чувствуешь, нужно задать себе вопрос, что я сейчас чувствую в данный момент. Но у меня простота, я никак себя не чувствую. Я заметил, что за месяц у меня было искренне хорошее настроение только один раз. Вот просто потому, что оно было. Мне очень сильно винил себя за помощь людям, которые меня в этом не просят. И которые мне симпатичны. Может потому, что хочу засудить любовь и признание за помощь. Я не знаю, в чем может быть проблема. В чем может быть проблема внезапной истерики и панической атаки по утрам? Хочется расплакаться? Нормы общественного поведения тебе этого не позволяют. Я закрываю ту часть доброй меня, отдаю себе все, но что-то все равно выходит, за что я себя виню. Довольно противоречивый получился вопрос. Вот, я бы сказал, такой многофакторный. Вот, поэтому давайте попробуем прям вот по аспектам пройтись. Я очень плохо разбираюсь в себе. Ну, здесь нужно сказать, что это оценка. Действительно, есть люди, которые не очень хорошо в себе разбираются. Такие люди есть. Такие люди существуют. Но почему это проблема? Для чего разбираться в себе хорошо? Все. Вопрос. Дальше. Следующий момент, на который хочется обратить внимание. Я копаю глубже в себе, мне кажется, все равно не дохожу до ответа. Здесь вы сталкиваетесь с ограничениями самоанализа. То есть, нельзя копаться в себе, то есть, иными словами, рефлексировать. И, в общем-то, найти все ответные вопросы, потому что у человеческого сознания есть ограничения. Эти ограничения никто не отменял. Вот. Реально, вот что-то, к чему-то прийти можно только лишь с помощью кого-то. Вот. Реально, к чему-то прийти можно лишь с помощью, вот, собственно говоря, психолога, да, специалиста. Вот. Который может направить. Дело в том, что сам по себе человек, он даже занимается рефлексией, движется по привычным ему векторам. Вот. И никак не способен сам выйти за эти вектора, потому что ему там, ну, как бы, некомфортно. Вот. Вот. Ему в этих векторах, скажем так, опасно. И, в целом, в целом человек, человек не будет выходить за рамки. Вот. Поэтому я бы сказал, что пытаясь, пытаясь копаться глубже в себе, как вот вы говорите, вы себе только вот по сути-то делу вредите. То есть, вы себе по сути-то делу, как бы, ну, стреляете в ногу, да, вот, потому что, извините, у вас лишь только до определенного, лишь только до определенного момента получится себя как-то вот понять себя. Лишь только до определенного момента получится что-то новое о себе узнать. Вот. По большому счету можно здесь констатировать тот факт, что подобные действия являются по большому счету сокрытием такого, если можно выразиться, это саботаж. Вот. То есть, можно сказать, что это такой вот саботаж. Вот. Потому что результата никакого нет от того, что вы в себе копаетесь. Прогресса никакого нет и быть не может. Вот. По крайней мере, в решении каких-либо серьезных задач, серьезных проблем, а эффект того, что я что-то делаю, эффект того, что я как-то о себе забочусь, вот этот эффект, он присутствует. Вот. Но он, этот эффект совершенно иллюзорен и лишен какого-либо рационального зерна. Вот. Поэтому самой, самой с собой вам, вот именно самой с собой вам копаться в себе абсолютно бесполезно. Вот. Как задавать себе вопрос, например, что я, что я там, к примеру, чувствую, да, и так далее. Потому что это привычная поведенческая надпись. Вот. И таким образом можно констатировать факт того, что вы, к большому сожалению, себе вредите. Дальше. Психология говорит, чтобы, знаете, как-то себя чувствовать, нужно задавать себе вопрос, что я сейчас чувствую в данный момент. Ну, во-первых, что значит, эм... что значит в психологии говорить? То есть, психология это, вообще-то говоря, наука. Вот. И есть, эм... научная психология. Есть, эм... психология, эм... скажем так, практическая. И есть очень много разных школ. Эм... ну, школ имеется в виду... эм... психо... терапевти... ну, психотерапевтических школ. Вот. Или, как иногда их называют, эм... психологических школ. Вот. Ну, на мой взгляд, эм... речь, конечно, идет больше о... психотерапевтических... эм... школах, да, о... школах... эм... психотерапии, где, соответственно, эм... разрабатываются, эм... какие-то, вот, подходы к эм... эм... ну, к эм... тому, чтобы человек... эм... как-то... решил... свои проблемы. Эм... вот. Поэтому... эм... я бы сказал... что... эм... здесь... эм... ну, в этом... эм... в этом смы... смысле... эм... есть свои нюансы. Поэтому говорить так... эм... вот, как вы, например, эм... эм... говорите... эм... говорить так, как вы это... ээээ... ну, вот... эээээ... представляете... ээээ... ну, на мой взгляд, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я бы сказал, неоправданно, упрощённо, момент, вот. Поэтому я, пожалуй, я, пожалуй, поэтому с вами здесь тоже не соглашусь, потому что меняется кардинальный контекст. Это как ходьба. Если человек не умеет ходить и он сам пытается научиться ходить, он, скорее всего, не научится ходить сам. Если у него получится это сделать, то это будет скорее из разряда какого-то чувства. Вот. Дальше. У меня пустота, я никак себя не чувствую. Но пустота традиционно является вытеснением. То есть, иными словами, если у вас, вот как вы говорите, пустота, то я бы здесь вел речь о вытеснении. О непринятии. О избегании. Вот что такое пустота. Вот. Поэтому то, что вы чувствуете пустоту, это уже что-то. Но в пустоту вы не идёте. Я заметил, что за месяц у меня было искреннее настроение только один раз. Искренне хорошее настроение только один. Один раз просто потому, что оно было. Удивительно, но это действительно так и есть. Настроение человека, в общем-то, мало зависит от того, что происходит в таком. Человеку свойственно грустить, человеку свойственно переживать какие-то, ну, какие-то вещи, да, какие-то неприятные моменты, что нормально. Вот. Всё это человеку свойственно. То есть свойственно переживать разные эмоции. Вот. Но настроение это всё-таки нечто другое. Я сейчас не буду туда уходить. Скажу просто, что настроение это немножко другое. Это более сложный процесс, который не имеет, на самом деле, ничего общего, на мой взгляд, с тем, что человек грустит или чему-то радуется. Очень сильно винил себя за помощь людям, которые меня в этом не просят и которые мне симпатичны. Но, скорее всего, потому что вы, на самом деле, помогать-то не хотите. Вы хотите чего-то другого. Вот. Скорее всего, вы хотите о себе заявлять. Хотите о себе заявлять. Я с большей долей вероятности приму вот этот факт, что вы хотите о себе заявить. А не помогать. Потому что, чтобы помогать, помогать искренне, нужно, чтобы у вас чего-то было в избытке. То, что вы чувствуете в чем-то избыток, ну, мне кажется, весьма сомнительно. Вот вы говорите, хочу заслужить помощь и признание. Хочу заслужить любовь. И признание за помощь. Да. Возможно. Возможно. Потому что вы сами себя не любите. Я не знаю, в чем может быть проблема. Проблема чего? В чем может быть проблема внезапной истерики и панической атакой по утрам? Проблема, как вам уже сказал мой коллега, это одно. Причина это другое. Истерика и паническая атака это подавленные эмоции. Если нет физиологической причины, то есть нарушение биохимии тела. Хочется расплакаться, но нормы общественного поведения тебе этого не позволяют. А почему? Я нигде не слышал, что плакать запрещено. О каких нормах вы говорите? Я нигде не слышал, что плач является административно наказуемым, уголовно наказуемым деянием. Я закрываю ту часть доброй меня, отдающей все, но что-то все равно выходит за что я себя виню. Мне кажется, вы закрываете не часть доброй себя, вы закрываете ту часть, которая хочет быть значимой. А значимой вы можете быть в рамках своей парадигмы только за счет помощи. И отсюда такой конфликт. Вот. Смотрите, Альбина, вам нужно, мне кажется, более четко сформулировать свой запрос к психологу. Вот. Понятно, что у вас есть проблемы с самооценкой и страх быть отвернутой, но вам нужно сформировать хотя бы начальный запрос к психологу для начала работы. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удовиrup. Чтобы вы получили полезное положение.